Добрый вечер. Китай спал целое тысячелетие, а когда очнулся, обнаружил в руках инструментарий, подходящий для строительства социализма, с чем, собственно, и приступил потихонечку двигаться в сторону прогресса. Инструментарий социалистического плана он получил из наших рук, что чрезвычайно неудобно, но, тем не менее, что было, с тем и начал. Советский Союз принял огромное участие в становлении Китая не только как промышленной страны, не только как агрария, но очень серьезно повлияв на политику и очень серьезно повлияв на идеологию Китая. Китай довольно быстро разобрался, что первично, что вторично. Автопром, конечно, очень важен. Это визитная карточка любой страны, и ей приятно похвастаться. Но если не получается, ничего страшного, пехота в атаку поедет на танках, поскачет на лошадках, в крайнем случае поползет по-пластунски. Поэтому машины, как таковые, неплохо было бы научиться делать, но, в конце концов, учитель-то не преуспел. Советский Союз, автопром, задвинув на вторые роли, показал невольную Китаю вот эту модель, когда ничего всерьез созидать, пожалуй, не имеет смысла, тем более, если это обывательский сектор легкового автомобилестроения. Все-таки в атаку-то на «Жигулях» никто же не пойдет, все едут на «Кразах» и «Камазах». Поэтому Китай довольно быстро пришел к пониманию, воспринял лекало и реализовал его в жизни, порадовав уже на нашем с вами веку весь мир и себя действиями, мягко говоря, странного свойства. Воровать, врать, в крайнем случае покупать. Вот именно так строился наш отечественный автопром. Мы норовились сначала что-нибудь украсть, если не получалось, так уж и быть покупали, и при этом всегда врали. Врали о том, как мы догнали и перегнали какие-то там никогда невидимые аналоги, зарубежные образцы, на уровне которых у нас опять что-то получилось. Мы всегда врали по поводу качества, и мы всегда делали вид, что это не вороводное, а изобретенное, просто очень похожее. И вы помните, ведь Китай, когда вдруг возник как автомобильная страна на пороге нашем, он как раз именно таковым и был. Они перли все, что шевелилось, выдавали это за свое, близко к тексту воспроизводили, получалось очень коряво, при этом всегда врали о том, что мы невероятная страна, где огромное количество заводов, производящих миллионы автомобилей, и этими миллионами скоро завалим весь мир. При этом в Китае действительно есть масса индустриальных гигантов в автопроме, они совершенно грандиозные и делают там по 200 тысяч машин в год, по 100 тысяч машин в год, по 50 тысяч машин в год. И всегда врут, что еще немножко мы сделаем миллиард машин в год, 5 миллиардов машин в год. И непрозрачная китайская статистика, которая тоже, естественно, кальку взяла с нашей, она обязательно подтверждает все эти успехи. Куда ни глянь, в любой отчет, там блистательные совершенно цифры, при том, что в действительности в Китае, конечно же, есть и достижения, и те же самые цифры, хотя, когда они подводят итоги по работе в секторе автомобильной промышленности, они туда обязательно включают все, что имеет круглые колеса, то есть сейлки, веялки, бетономешалки, детские педальные машинки, и в совокупности получают совершенно фантастическую цифру. И вот так вот, очень коряво, рывками двигаясь от воровства к плагиату с легкими закупками, Китай пришел к тупику и довольно быстро, буквально в 20 лет уложившись, понял, что он ничего не понял. Машину они сделать не в состоянии. Они не могут. У них ведь развивалось параллельно еще СП, большое количество совместных предприятий. Китайцы обрекли иностранцев на выдачу коммерческих и индустриальных тайн. Любой, кто созидает в Китае совместное предприятие, обязан выдать всю техническую документацию. Даже после этого не получилось понять, чего же такое это в руках. И самым печальным итогом стала фирма Brilliance, которая в одном цеху располагается с патентованным BMW. Вот здесь, днем на этом конвейере делают трешку и пятерку BMW, нормальную, именно патентованную, под присмотром немцев. А вот здесь вот, особенно ночью, делают китайскую версию этого самого BMW. Brilliance так и не поехал никуда. Как был позоричем, так и остался. То есть не хватило мозгов у китайцев понять, что такое молоток. То есть скопировать смогли, воспроизвести близко к тексту — да, а вот как по пальцу им попасть, до сих пор не знают. И вдруг, на прошлой неделе, потрясающая новость, китайская новая, только что вылепленная, появившаяся из ниоткуда фирма Корус, получила пять звезд по Евронкапу, по международному рейтингу, проводящемуся в Европе совершенно в независимых условиях. Как так получилось, что мы, учителя, мы 96 лет шли к тому, чтобы доползти до какой-нибудь приличной звезды рейтинга Евронкап со своим автопромом, а Китай, который начал гораздо позже, ему всего-то, по большому счету, 65 лет, что они сегодня, собственно, и отмечают, получили пять звезд по Евронкапу уже сейчас. У нас в стране нет ни одной машины с пятью звездами, нашей, отечественной. У китайцев теперь она есть. Откуда это взялось? А это как раз к разговору о том, насколько Китай стратегически безупречен. Они тактически могут проигрывать, они понятия не имеют, как пользоваться авторучкой, туалетной бумагой, зубной щеткой, но они, тем не менее, стратегически очень точно знают, куда идти и как достигать этих своих поставленных задач. Когда они сначала сделали ставку на Советский Союз и на воровство, и с этим воровством вступили уже в нашу эпоху и ничего не достигли, они пошли по пути создания совместных предприятий. И опять-таки ничего не достигли. И пока автопром у них барахтался, ползал и пугал мир, иногда переходя на сатирические нотки журнала «Крокодил», поскольку это было чрезвычайно весело наблюдать китайские потуги в создании автомобиля, тем не менее, остальной Китай во многом преуспевал, становился богатым. И вот, наконец-то, стратегии, которые в Китае встречаются в самых неожиданных местах, они сказали «Все, хватит! А теперь мы купим себе мозги!» И пошли и купили европейцев. В первую очередь они купили немцев. Они купили немцев с BMW, они купили немцев с Volkswagen, они купили немцев с фирмой Mini, которая является подразделением BMW. И всем вместе, обеспечив шикарный паек и великолепные условия работ, сказали «Сделайте нам китайскую машину!». И немцы, коллаборационисты, предатели, полагающие, что это всего лишь на всего работа по контракту, а на самом деле это предательство перед геополитическим врагом, за которое придется еще расплачиваться, если не им, то их детям, они создали машину абсолютно европейскую, в которой Китай не торчит ниоткуда. И теперь она пришла в Европу, скоро там появится завод, пока он только в Китае, абсолютно новенький шикарный завод. И этот неизвестный бренд Корус теперь уже имеет 5 звезд по Евронкапу, при том, что это именно китайская машина. Вот это блистательный стратегический выигрыш. Новости. 8 баллов у обидчивых, 9 баллов у Mail.ru, 65, 10, 9, 9, 6. Максим, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Рад послышать. Сергей, очень рад вас слышать. Спасибо огромное, передача просто замечательная. Я хотел сказать только о том, что всего 2 месяца вас слушаю, ни с каким опытом, как люди, которые вам обычно звонят. Это не страшно, Максим. Знаете, это не говорит о вас в худшую сторону ни в коем случае. Не переживайте. Да, а вот в лучшую сторону о вас говорит то, что передача есть в подкастах, в iTunes, и я могу идти дальше в историю, когда-нибудь сравняться с этими людьми. Не об этом, извините, пожалуйста. В общем, смотрите, у меня такой вопрос, даже не вопрос, сначала лучше расскажу историю, опыт эксплуатации Volvo S60 и общения с дилерами, даже с двумя дилерами официальными в Москве. Ух ты. Да, я вот не знаю, ну давайте, в общем, буду их называть так уж, я думаю, ничего страшного. Конечно. Машина была куплена в Мусо Моторс, и, естественно, отслуживание происходило там же. Первая интересная история произошла, когда во время планового ТО, после того, как уже выдали машину, я на ней уехал, они забыли вставить щуп. И они перезвонили через 15 минут и сказали, что, знаете, мы вот нашли ваш щуп, и вернитесь, пожалуйста, мы его на место поставим. Молодцы. Ну, не самая большая проблема, действительно. Ещё на одном ТО, потом и на следующем, и ещё на одном, я каждый раз говорил о том, что есть некоторые глюки у аудиосистемы, именно программные, что вот телефон иногда просто отключается, а иногда просто сам-то отключается, когда этого не нужно делать. Ну, в общем, немного странно себя ведёт аудиосистема. Эта проблема так решена не была ни у одного из дилеров. Ну, ладно. Ещё такая интересная длинная история по поводу развала. Может быть, это, конечно, был не развал, но проблема заключалась в том, что машину всё время ввело в одну сторону, её ввело вправо. После того, как я приехал к дилеру и сказал, что вот машина ведёт, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Они сказали, что нужно сделать развал, но у них нет какие-то проблемы с аппаратом, которым ты занимаешься, сказали, попробуйте где-нибудь в другом месте сделать, потому что у нас сейчас вот мы не можем это сделать, не получается. И тогда я поехал в мейджор. В мейджоре развал делали пять раз, потому что каждый раз после того, как я приезжал, садился за машиной, я всё ещё продолжал вести вправо. Замечательно. Ну, как бы, я говорю, ну, может быть, вы проверите что-нибудь, может быть, там с подвеской какая-нибудь проблема, хотя я никуда не влетал. Ну, посмотрите, что вообще-то, почему машина может вести вправо, руль ровно стоит, всё хорошо. Они проверяли, проверяли, а я оставил машину ещё на один день. Потом я приехал, сел, они говорят, садитесь, всё будет хорошо. Мы проехали, и машина действительно ехала прямо. Вот, но это не конец истории, конец в том, что через пару дней коллега, когда вот машину увидел, она стояла около работы, он подошёл к ней, посмотрел и сказал, слушай, у тебя колесо случайно не спущено вот там с одной стороны? Как вам сказать, после того, как я приехал на... У меня вот нет в машине устройства передавления Амери, приехал наш на монтаж. В общем, на 0,2 атмосферы с одной стороны колёса были перекачаны. Нет, я не хочу говорить, что это сделали у дилера. Ни в коем случае, может быть, просто так получилось. Но после того, как давление выровняли, машина начала вести вправо. Ой, какие молодцы. Вот представляете, гениальность мастера, который видел, как слесаря бьются, бьются, он сказал, слышь, Васёк, качни ему двушечку туда, и всё будет отлично, и клиент отвалит счастливо, и заказ наряд закроем. И ведь в чём прелесть? Вы же окунулись в официальное дилерство. Официальный дилер это кто? Это филиал завода. Официальный дилер нужен для того, чтобы всё было на заводском уровне. Каков поп, таков и приход. Вот она, Вольво, во всей красе. А машина, знаете, просто она, несмотря на то, что она не так издевается, она радовать не перестаёт. Мотор какой у вас? Насколько она свежая? Т5. Т5, 2011 год. Да, нас Т5 обычно очень неплохо радует. Это замечательный мотор. Очень-очень хороший. Чем хороша, по сути, тележка Вольво, какой мотор не поставь, едет она очень интересно. Сделана она с инженерной гениальностью. Но чем больше она китайская машина, тем, к сожалению, заметнее становится для клиента. И в итоге-то что? В итоге вы колёса подкачали, и... Они сказали, ну, скорее всего, у вас съела резина, давайте поменяем колёса. Поменяли крест-накрест, машина всё равно ввела в сторону. В общем, я не знаю, что они потом с ней сделали, но она начала ехать прямо, и вот она всё ещё продолжает ехать прямо уже месяца три, но они сказали, что они сделали развал ещё раз, и у них всё получилось. Да, значит, ну, там, конечно, мог быть и кривой подрамник, там могла быть проблема ещё с опорным подшипником, то есть нарушенную геометрию. Если они пять раз не смогли попасть в заводские нормы, то, значит, скорее всего, проблема была гораздо серьёзнее. Молодцы, что они её устранили. Жаль, что они так и не сказали, чем она болела, ваша любимая машина. Ну, что ж, всё-таки победа. А все вот эти заходы на подъёмник, они были за чей счёт? Машины на организации, поэтому ничего страшного. Ну, и тем не менее, то есть они ещё на этом заработали, на том, что они не смогли... Очевидно, очевидно. Каждый раз, каждый раз они получали деньги за это. Замечательно. Блистательно устроенный бизнес. Жаль, что пришёл доктор и вылечил, потому что вы бы ещё кормили их, наверное, пару лет, весь гарантийный период. Вот, кстати, вот по поводу мейджора вопрос. В общем, зима, сосульки, прямо на капот упала сосулька. Оставила очень хорошую измятину. И, учитывая то, что очередь на покраску в NHK мусор была очень большая. Я тоже пошёл в мейджор. Вот смотрите, когда я пришёл на машину, я посмотрел, я увидел, правда, следы полировки на том месте, где она была покрашена. Скажите, а когда вот красят капот, его снимают вообще с автомобиля? Обязательно. И его красят целиком или только сверху? Вот такой вопрос. Его красят целиком, потому что невозможно попасть в цвет и в лак. Будет всегда видна вот эта граница между тем, что было и тем, что стало. Поэтому даже если им нужно покрасить маленькое пятнышко, они, во-первых, зачищают там огромную площадь, потом красят здоровенным куском, профессионалы красят целиком, покрывают всё это лаком, и тем более это всегда снимается с машины, потому что подразумевает сушилку, а машину в сушилку загонять неправильно, пластмасса вытечет. Тогда скажите, а как можно объяснить, что после покраски капота, вот когда я его поднял, снизу оставались следы грязи, вот от масла, от работы двигателя, если что-то там внутри было. То есть вот изнутри, когда вот внутри капот, он грязный. Какой же грязный был, когда я поднял машину? Это вот может такое быть? Да, может, особенно если они его не выправляли, а просто взяли и вылили туда 25 килограммов поклёвки. Вот примерно так это и выглядело, да. Да, а потом эту шпаклёвку они просто взяли и заполировали, покрасили её локально пятнышком, потом, поскольку лень было выводить края, они всё это заполировали, и где-нибудь через полгода это должно, по идее, как древняя керамика, как старый кирпич, тихо потрескаться и развалиться на куски, потому что слой шпаклёвки имеет, ну, мягко говоря, физические пределы, после которого он рассыпается. Там должны быть миллиметры. Нет, там, знаете, она была ощутимая. Ясно. То есть это возможно, да, они просто покрасили локально. А ну, в принципе, так и выглядело, как будто бы покрашено локально. Ну, ладно. Это нарушение технологии, это говорит о том, что дилер Volvo стремится гораздо быстрее, чем его родное предприятие, доказать, что они уже китайский бренд. Ему это удалось. Менеджер молодец, очень хорошо работает по китайским лекалам. Удивительно, конечно. Ладно, в общем, у меня есть еще пару историй по поводу Volvo, но не буду занимать эфир. У меня есть еще один вопрос, просто хотел бы попустее. Давайте. Смотрите, отец купил себе автомобиль, мультиван длинный, новый, под заказ, полностью вот он заказывал, его привезли, такой же из Германии, какой нужен. Это 2 литра турбодизель, 140 сил и ручка. Ух ты. Учитывая то, что, ну, там получается как, то есть, 140 сил осознанный выбор, потому что Biturbo, как-то вот он, по отзывам, немного не очень долго, в общем, ездит. А у него до этого был, вот, Т5 длинный, который 250 TDI, помните, там был такой, 170 сил, по-моему, с лишним. Большой. Хороший был аппарат, кстати. Ну, не просто хороший, он купил его сам в Германии, с пробегом 17 тысяч, я понимаю, что не бывает таких пробегов, но у него был, была вмясина на крыше, на него что-то упало такое, аккуратное, и у него была хорошая царапина на заднем бампере, вот, поэтому немец с радостью продал вот с пробегом, но он был, в принципе, ему года не было еще, это было в 2004 году, вот, и эта машина прошла нам, вот, в момент продажи, ей было 320 тысяч пробега. Шикарно, шикарно. И вот с таким пробегом ее и продали, не сматывая абсолютно, к человеку, который знал, что покупает, и вот продолжает на ней радостно ездить, причем за все это время, на самом деле, а, кстати, он ее чипанул где-то на 100 тысячах, да, 200 лошадей, и вот, знаете, все равно ездит, причем быстро, хорошо, тоже на ручке. Так, а сейчас-то, отец что, в сомнениях по поводу, проживет ли у него турбированный мотор? Двигатель, новый, да, там же был другой систем, а это двухлитровый турбодизель. Его ресурс смогли поднять до 70 тысяч с гарантией. Ух ты, ух ты. Вот теперь до 70 тысяч он точно не рассыпется в мелкую крошку прямо в картер. А дальше никто не знает, потому что мотор очень технологичный, очень современный. Перерыв на новости. Пробки нарастают, 9 баллов у обидчивых, 10 баллов у Mail.ru. 65, 10, 9, 9, 6. Константин, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте, Константин. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам огромное за вашу программу. Слушаю ее очень часто. Спасибо. В общем, я буду краток. У меня есть история про нашего официального дилера, не буду говорить какого. У меня там работает друг, работает механиком-диагностом. В общем, у них регламент диагностирования машины такой. Вот вы приезжаете на своей машине менять фильтры по ТО, а диагносты, если у них какая-то машина сломалась, и у них нет запчастей, к примеру, блока управления двигателя запасных, они могут с вашей машины взять этот блок управления двигателя, поставить ее на ту машину, которую они диагностируют, ну и, собственно, воспользоваться всеми благами вашей машины, которая приехала на ТО. А в итоге машину они выпустят обратно какую из двух, если у них одна деталь на оба аппарата? Нет, они возьмут эту деталь и вернут обратно, но если вдруг с ней что-то произойдет, а деталь может быть дорогостоящая, то вы можете после смены масла не уехать из официального дилера по необъяснимой причине. Это официальный регламент. Как хорошо, замечательно, ребята выкручиваются, можно только порадоваться. Это к разговору о том, как нас заставляют во что бы то ни стало поклоняться официальному дилеру, который прям весь из себя мастер и даже завод. Здорово, жаль, что бренд не называете. Вы хотя бы просто скажите, какая марка машин? По-моему, Ford, Mitsubishi, Hyundai. Ну, я думаю, вы поймете сразу. Да, дальше все понятно. Ну, вы только что затронули знаменитейшую по отношению к клиенту фирму, и поскольку все три бренда, я так понимаю, попадают в одну ремзону, здесь речь идет о внутрикорпоративных постулатах, а не о требованиях завода-изготовителя. Завод-изготовителя нервно курит в сторонке, когда узнает о подобных нюансах работы его официального дилера. Вот есть такое подозрение. Алло, Константин. Да, Сергей. И такой вопрос еще тоже кратко. Вот долго выбирал себе машину, хотел Infiniti SX35 бывшую купить. В общем, когда я понял, что я буду платить большие деньги за налог, купил себе Nissan Murano Z50, ну вот которая предыдущая. Вот. Радостно на ней отъездил уже 35 тысяч почти за полгода. Сейчас уже подходит к 100 тысячам. Вот. Все в этой машине нравится, но я очень боюсь, что вариатор, который на ней стоит, может не испортить все настроение. И такой еще вопрос. Вот как бы я ее не раскручивал, как бы я на ней не ехал, при том же самом двигателе, как и у Infiniti SX35, она почему-то вообще не едет. Хотя сказали, что все с ней в порядке. Эта дорестайлинговая машина, у нее как раз рассогласованность между мощным мотором по документам и фактической динамикой была настолько чудовищной, что беременные женщины были крайне недовольны. Когда пытаешься обогнать какую-нибудь машину, выходишь и понимаешь, что на веслах эта штука не ползет даже под парусом. И тебе в лоб летит КамАЗ, и нужно уже прятаться обратно за машину, за которой вылез. Это ее привлекательная особенность. Она адресована тем людям, которые в этой жизни никуда не торопятся, потому что у них Nissan Murano. А куда же торопиться, когда такая гениальная машина у вас? И теперь уже вот вы ее купили, вы ее, соответственно, второй владелец. Сейчас оставайтесь в состоянии легкого трепета по поводу вариатора. Сразу он вас не подведет. Продавать ее смысла особого нет, потому что никаких денег вы на ней уже не заработаете. Поэтому просто спокойно доезжайте. Вот когда начнет вариатор вопросы задавать, вот тут да. Вот то, что называется, придется его выкинуть и либо купить новый, либо сдать машину по остаточной цене. Но если вы прямо в сию секунду пойдете машину продавать, вы ее не продадите. То есть продадите с таким же убытком, как будто этот вариатор уже сдох. Рынок-то у нас все-таки, конечно, мы, да, второе место в Европе, сейчас будет у нас первое место в Европе. А в экономике у нас все великолепно. А вот на рынке почему-то люди считают, что в экономике у нас уже совсем похороны. И поэтому остановилось движение капиталов, и люди не стремятся купить себе машину. Даже, даже подержаны. То есть вы на этот рынок приходите, говорите, Мурана, Мурана, кому Мурана? Все крутят пальцем и виска говорят, где что достал? Подарились, что ли? Неудобно объясняться перед людьми, что сам купил. Есть такая история у Мурана. Вот. Константин, два раза. Спасибо, Сергей. Спасибо. Вы огорчились, наверное. Но именно в этом и прелесть Мурана. Его взял, и с ним дружишь до конца. Александр, алло. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Очень рад, что дозвонился. Наверное, это судьба. Я много раз пытался дозвониться, не получалось. Но вот сегодня прочитал книгу, называется «Плохо сделано в Китае». И вы как раз подняли эту тему. Я в нее вспоткнулся об эту тему. Знаете, шел, шел, чуть нос не разбил. Ну, собственно говоря, в этой книге интересно описано о том, как американские производители переносили производство в Китай, с какими сложностями они сталкивались в процессе взаимодействия с китайскими партнерами. Вкратце, Александр, вы уже прочитали, я еще нет. Расскажите. Значит, суть в том, что основной вывод, который делает автор, в том, что, собственно говоря, за той сиюминутной выгодой, за которой в Китай эти производители шли, они ее, собственно говоря, получали. Но с каждым там разом, с каждым заказом китайские товарищи могли отжимать какие-то дополнительные деньги на мелочах. И в результате, ну, так скажем, после того, как производитель, значит, переносил полностью свое производство, ну, были в руках у этих китайских товарищей, скажем так. А относительно, ну, основной мысли, наверное, в том, что, значит, китайцы работают сиюминутно, как бы, вот, с точки зрения автора, что они пытаются заработать здесь и сейчас, так скажем. Ну, параллельно, ну, так как автор «Американец», он говорит о том, что это, наверное, Компартия виновата в этом, о том, что они вынуждены зарабатывать здесь и сейчас, потому что придет большой начальник и может изменить правила игры. Ну, не без этого, то есть, социалистический подход, с которым мы с вами тоже по сию пору сталкиваемся в нашей стране, чувствуется совершенно в полный рост и оголтело. Но вот «Американец» с одной стороны прав, а с другой стороны, возможно, либо перевод не позволяет сделать этот вывод, либо сам «Американец» не очень хочет. Китай — страна подлая, Китай — страна зазнайская. Китай прекрасно понимает, что его культуре, его истории, его цивилизации пять тысяч лет, а бледнолицам обезьянам максимум две с половиной, хорошо, если хотя бы две нарисуют. И задача Китая — тихо и спокойно, вот, наконец-то, после спячки вернуть к себе всю планету Земля, которая им по праву принадлежит. И китайцы именно поэтому очень изобретательны в том, чтобы привлечь к себе внимание, туда уже погнали в огромных количествах производства и технологии, и сейчас начнется отрезвление, когда уже будет поздно. Китай уже блистательно вооружен, у него шикарная совершенно дубина, и теперь он может дать сдачи. А эту дубину ему в руки дали бледнолицей. Во всех смыслах. Ну вот, еще одна мысль в этой книге, ну она, собственно, там, известна была, что, в принципе, для производства в Китае нужно только дать образец, так скажем. И китайцы могут штамповать, там, необходимую партию себе. Вот, собственно говоря, касательно этого нового производителя автомобилей, о котором вы упомянули, Да, ничего нового не происходит, по этому пути шла Корея, да, я знаю, что в Киеве также были люди из Германии, Кондай тоже пользовался, значит, помощью специалистов там из Германии, и, соответственно, Китай, по сути, повторяет просто путь, так скажем. Александр, даже мы, даже наша страна, когда, наконец-то, расстреляли всю интеллигенцию и уничтожили инженеров, мы купили у Форда завод под ключ, Если помните, в Нижнем Новгороде, сделав себе производство автомобиля ГАЗ-А и ГАЗ-2А. И это был тоже тот самый путь, про который Ильф и Петров писали, например, уже в «Золотом теленке», Когда Остап Бендер пришел в контору, где работал американский специалист, выучивший слово «Волокита», Он носился по офису и кричал «Волокита! Волокита!», потому что он не делал ничего, хотя зарплату получал в золоте. Но иностранцев мы тоже закупали в огромных количествах, для того, чтобы они молодой Советской Республике помогли встать на ноги. И все наши технические достижения того периода, они шли под четким инженерным контролем. А результат какой? Как называется то место, где мы сейчас с вами находимся? Даже по медицине звучит не очень прилично. Китай в этом отношении немножечко по-другому поступает. У него, что называется, стратегический замысел коварней, чем у нас. Ну, поживем, увидим. Да, но просто не надо обольщаться. Китай не любит бледнолицых, а у бледнолицых есть такое ощущение, будто это взаимовыгодное сотрудничество. Ничего подобного. Оно взаимовыгодное только у наших, которые нефть туда гонят, потому что понятно, кто за это получает доход. Для всех остальных оно не взаимовыгодное, оно только в пользу Китая. Китай сделал Россию сырьевым придатком не только по нефти, но и по массе других нюансов. И там, знаете, концессия 40-летняя на вырубку нашей, например, российской тайги, о которой мы просто не знаем. Это китайские успехи и наше поражение. При том, что мы Китаю землю дарим, за которую, в общем-то, бились и кровь проливали. Китай знает, что хочет. А мы в данном случае хотим сиюминутной выгоды. Вот у Китая стратегически этой проблемы нет. А тактически, да, население Китая, работающее из-под палки, оно мечтает не о том, чтобы квалифицированно развиваться, а о том, чтобы быстро заработать первичный капитал и уехать к себе, например, в деревню, в скобяную лавку, зато собственную. Проблем у них много. Но, Сергей, не соглашусь, конечно, с вами, что Китай нас заставил. Я думаю, что я все-таки верю в то, что это мы сделали сами. Не заставил. Нет, конечно, не заставил ни в коем случае. Китай умело предложил. А поскольку у нас подлецов еще больше, чем у Китая, и уж тем более больше, чем у европейцев, мы с удовольствием продались. Ради сиюминутной выгоды, о которой в том числе и американец пишет. Но это, скорее всего, такой признак недоразвитости общества, когда сиюминутная выгода позволяет ставить на карту какие-то геополитические интересы, или, например, вопросы экономики, или вопросы перспективы развития целой страны. Но Китай-то с этого выиграл, потому что сиюминутное желание работяги на конвейере по-быстрому отжать, отхватить и отвалить, оно, тем не менее, не разваливает страну. А страна имеет и в том числе блестящее достижение, ведь Китай на сегодняшний день одна из самых богатых в мире. Хотя, казалось бы, с чего? Ну, есть там у них коварные нюансы. Другое дело, что они идут по нашему лекалу, и они рабочих кормят крестьянами, как делали мы. Они провозгласив один класс гегемоном, а второй класс, соответственно, бросив к его ногам. Потому что китайское село по сию пору пашет на валах, иногда на людях, на женах и на мужьях. А китайский город ушел в отрыв, и промышленность такая же неоднородная. Но в автопроме они пришли к тому, чтобы создать уже новую фирму с нуля руками предателей и коллаборационистов. Соответственно, они во многих других отраслях к этому уже тоже пришли. А потом начнется период исторического реванша, когда Китай перестанет улыбаться и продиктует свою волю. В том числе и в автопроме. Но автопром, ведь Китай вот сейчас, например, они сделали корус для Европы. А зачем они полезли в Европу? Ведь Европа-то по большому счету закрыта, там тесно, там высокая конкуренция, там масса брендов. А вот это как раз исторический реванш. Потому что заработать на Европе они заработают в последнюю очередь. А вот носу труд, вот это главная мотивация. Создать бренд, который не будет известен в Китае, но в Европе уже получил 5 звезд по Евронкап, да еще в кризис прийти в Европу, где тебя никто не ждет, и начать побеждать. Вот это уже первые ростки того, ради чего все затевалось. Перерыв на новости. На сайте Кирилл задает очень интересный вопрос. Он пишет о том, что я часто размышляю о том, как нас изживают с автомобилями в Москве на общественный транспорт, а также желаю смерти продавцам. Дальше вопрос звучит не совсем по-русски. Так вот, не могут ли эти два вопроса схлопнуться между собой? Я не очень знаю смысл слова «схлопнуться», поэтому позволяю себе вольную трактовку. Так вот, скорее всего, не очень-то они схлопнутся, поскольку это два разных сценария. Первый чисто политический. Москва должна принадлежать кому угодно, только не москвичам. И уж тем более те, кто здесь, получив прописку, москали клятые, все еще никак не наедятся красной икрой на зло всей остальной стране. Они, конечно, должны расплатиться за то, что у них уже Москва, уже паровое отопление и уже собственная машина. Поэтому должны они немножечко постоять на автобусной остановке, поклацать зубами и подождать, пока им придет смс-уведомление от датчиков ГЛОНАССа о том, что автобус уже выехал, через 4 часа будет, наконец-то, на этой автобусной остановке. Это политика. Политика борьбы с москвичами, поскольку москвичи — это чрезвычайно лишние люди. Обратите внимание, сколько масштабных сценариев раскручивается в мире. Они иногда имеют какой-то религиозный оттенок, иногда они имеют чисто политический оттенок, иногда чисто экономический, но всегда приходит какая-то сила в некое место, смотрит и говорит, слушайте, вы мне все мешаете, поэтому я хочу, чтобы оно было мое, а вы здесь все лишние. Это может быть в том числе и вот на примере Москвы и битвы с автомобилистами. Можно посмотреть и на расклады, которые сейчас идут, к сожалению, в гражданских войнах в Африке, на Средиземноморском побережье. Это само по себе. То есть борьба с нами, как с москвичами, как с людьми, живущими в этом городе, это вопрос больше политический, не имеющий отношения к общественному транспорту. А вот по поводу того, что произойдет после массовой гибели дилеров. Машин в Москве достаточно много, просто будет не такая сменяемость автопарка. Обновление машин будет идти не такими привычными темпами. Вот частый вопрос у нас здесь в программе 100 тысяч, а не пора ли поменять, а на что? Он будет звучать там 150 тысяч, не пора ли поменять. Отъездил я на своей ласточке уже 200 тысяч, а не пора ли мне на что-нибудь ее поменять. Но дилеры, кстати, уже потихонечку начинают накрываться. Причем вот они банкротами-то были давно. Процентов, наверное, 95 дилеров Москвы — это банкроты. Но их искусственно на плаву держали банки. А вот теперь, после той самой пятницы, когда Медведев объявил, что все-таки удалось Россию разворовать, вот теперь банки уже, что называется, получили возможность не улыбаться перед виселицей и делать вид, что они здоровые, у них блистательные перспективы. И разорение дилеров теперь станет явью. Просто они перестанут поддерживать покойников. Одни покойники перестанут искусственно поддерживать других покойников. Но глобально ничего не изменится. Для нас с вами, вот как для усредненного автомобилиста, ничего не изменится. Нас невозможно победить и заставить ездить в автобусе. И нам по барабану сдохли все дилеры или нет. Даже если они все сдохли, просто чуть-чуть стало чище в городе. Ничего от этого не меняется. Вадим, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Хочу присоединиться ко многим вашим слушателям с благодарностью «Чумовая передача». Постоянно вас слушаю. Спасибо. А почему она «Чумовая», Вадим? Мы с вами просто говорим о том, что нам интересно. «Чумовая» — это ничего. Только нового узнаешь просто. Поэтому как-то приятно. Наверное, новые формулировки, новые интерпретации, новый взгляд. Потому что проблемы-то одни и те же. Нет, ну в общем, наверное, вы правы, конечно. Что называется, удивились тому, что это обычно было на кухне, а теперь почему-то по радио. Да, да, да. Вот скорее вот именно так. Ну что, скоро опять будет на кухне. Вполне естественно. Ну что ж, пойдешь. В этом у нас уже опыт есть. Да, естественно. Что, Вадим, в автомобильного у нас с вами? Сергей, подскажите, пожалуйста. Вот я владею сейчас, сомнел Кайрон, турбодизель двухлитровый. Так. Вот. Ну, некоторые уже там 4-5 лет где-то, да. Сейчас стоит вопрос, ну, встанет, я думаю, в ближайший год-то, может быть, о замене. Ну вот хотелось бы тоже, конечно, приобрести бы именно внедорожник. То есть не кроссовер, а именно вот внедорожник. Вадим, но у вас Кайрон, во-первых, сколько он пробежал за 5 лет? Ну, плюс-минус. Ну, вот сейчас 97 на нем. И что у вас по мотору? Потому что вот именно по поводу этих дизелей бывает везет-не везет. Я знаю тех, кто тихо рыдал по поводу, в общем-то, преждевременной кончины этого двигателя. Не знаю. Вы знаете, за все время поменял, ну, наверное, штук 5. Это ролик с натяжителей. Это все известная его болезнь. Больше никаких проблем не было. Ух ты, замечательно. А по топливу насколько вы были брезгливы, чтобы не заправляться там, где не проверено? То есть лили все штук? Ну, вы знаете, нет, старался все-таки, когда особенно выезжал в другие регионы, старался заправляться где-то, ну, что-то типа Лукоил или что-то в этом духе, что-то более такое привычное. Потом, да, и лил, как правило, вот в присадке очистителя. Ну, это естественно. А куда же без этого? Без этого оно не поедет. А вот вы его назвали внедорожником. У него дорожный просвет сам по себе не очень располагает к тому, чтобы штурмовать Буэрак отечественный? Или вы были просто аккуратны? Ну, вы знаете, два лета провел за нем в Карелии, как бы без проблем. Ну, Карелия и рознь. Там, например, по этим всяким песчаным красотам шикарно едется и на кроссовере. Достаточно полного привода, чтобы лужу преодолеть. Нет, 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 мы там ездили на охоту, на рыбалку, то есть там хорошие такие, бездорожие преодолевали. Рубились. Да. Замечательно. Вы один из немногих, кто эту машину использовал по ее прямому назначению и преуспел в том. Для этого и покупалось. А теперь вы хотите, чтобы не подвела, и при этом была такая же замечательная, новая и хорошая. Ну да, ну хочется что-то нового познать, может быть, еще какой-то автомобиль есть приличный. Полтора-два миллиона у вас уже в кармане? Или вы в кредит полезете? Ну да, где-то в этих пределах, да. То есть под два миллиона. Список внедорожников, вы же его уже знаете наизусть. Вы уже сами посмотрели и убедились в том, что он не обширен. Вот в том-то и дело. Что крестьянину некуда податься. Вот туда пошел, белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Вот та же самая картина. Собственно, есть пикапы. И есть внедорожники, которые, как всегда, точка отчета, начинается Mitsubishi Pajero Sport. А дальше? А дальше, собственно, кто? Большой Pajero. Либо вы уходите куда-нибудь к грандиозным аппаратам типа Prado в надежде на то, что это люкс, да еще и внедорожник. К лендроверам мы не ходим, потому что это несуразно. А Defender — это костотряс и пыточная камера на колесах. И получается, что, собственно, куда еще идти? Лендкрузер 200 мы не рассматриваем. Еще вот толпа пикапов. Вот пришел к нам, например, Chevrolet Trailblazer. Ну, с бензиновым мотором он мощный и шикарный гонщик-стритрейсер. А как внедорожник со своей единственной беспомощной блокировкой, ничего особенного. И требует опытной руки. Но ваша рука опытная. А как, извините, что перебил, вот есть еще некая Kiva Mahava. Она низкая. Если ее лифтануть, получится очень здорово, потому что у нее шикарный турбодизель. У нее потрясающий мотор, очень правильный, очень грамотный. Но у этой машины геометрическая проходимость настолько низкая, что вы сначала оторвете себе всю пластмассу, потом начнете отрывать что-нибудь жизненно важное. Если ее лифтануть, то есть не боди-лифт, а нормальный, подвесочный, то вы получите очень грамотную машину, потому что у нее единственный серьезный минус – это геометрия. Вот по геометрии она просто не в женщину и не в красную армию. Во всем остальном – молодцом. И большая, и удобная. То есть если вы сразу под апгрейд ее берете, тогда да. Я вас понял. Спасибо огромное. А вы все-таки правы. Вы остаетесь в лоне корейского автопрома, потому что в корейцах это есть. Это есть. Они умеют привлечь человека. И если после Сангого Йонга будет Кия, ну вот немножко доведенная до ума, очень логично. Иван, здравствуйте. Алло. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, я продолжу традицию благодарности. Ваш адрес. Программа действительно замечательная. Я уже первый раз слушаю. Спасибо вам, Иван. Вопрос у меня такой. Купил у меня в прошлом году отец в Орбисе. Почему именно его вопрос отдельный, но подошло у него время первого ТО. И папа задумался, а проходить ли ему это ТО, потому что, ну, как мы знаем, там либо пробег, либо вот. Да. Так вот за год папа, будучи водителем осторожным, не торопливым, проехал две с половиной тысячи километров. Так. Вот. И очень-очень сильно задумался, имеет ли ему смысл выкладывать восемь с половиной тысяч рублей за то, что ему поменяют жидкости, которые он, в общем-то, не успел особо и поэксплуатировать. Да. Я папу убедил в том, что все это ТО пройти желательно, а вот сам задумался, а надо оно ему было или нет. Иван, только по причине масла. Масло, к сожалению, стареет, и тем более бывшее немножечко в употреблении. Если бы за год отец ни разу не запускал двигатель, масло залили, оно живет само по себе, у него был бы такой процесс физического увядания. Но поскольку он на нем немножечко побегал, масло нужно менять обязательно, потому что оно практически, как сливочное масло вне холодильника, за год протухнет. И если исходить из того, что год за годом сменяют календарь, а машина пробежала 3,5-4,5, и масло все тоже, где-нибудь годика через 3-4 папа при пробеге меньше 10 тысяч на Форде Фокусе получит деготь в масляной системе, движок стуканет. Поэтому масло и фильтр в паре с ним, это то, что меняется, как раньше было написано, помните, у Волги ГАЗ-24, шприцевать карданы крестовины при каждом удобном случае. Вот здесь то же самое. Масло менять никогда не вредно. При каждом удобном случае 2,5 тысячи, 1,5 тысячи, даже если 500 километров в год. Все протухло. Слить, залить свежее. Пусть стоит. Вы правы. Вы спасли папиному мотору жизнь. Я так понимаю, принципиальной необходимости при этом посещать официального дилера, наверное, все-таки нет при таком стиле вождения. Скорее всего, да, тем более, что годы идут, эти деньги выброшенные на ветер, и с такими пробегами ваш папа не дойдет даже до характерных поломок, которые у подобных машин тоже бывают, но при большем, конечно же, километраже. По всей видимости, да, потому что я на своем Форде, в общем-то, гарантии в то время неплохо поскольку. Да, к сожалению, там что по рулевой рейке, что по мотору, иногда возникают неприятности, особенно если там, например, мотор 1.8, там всякие штуки-дрюки выползают, но папа аккуратный, папа степенный, 2.5 в год, масло поменять может сам, соответственно, фильтр, там дальше прокладочку смазать пальчиком, чтобы все нормально встало на место, никаких проблем. Главное, без присады, главное, чтобы никаких промывок еще не было. По итогам первого ТО папа сделал вывод об еще одном замечательном способе экономии. Говорит, если, говорит, так вот три ТО снимать, ставить защиту картера, так может быть ее, говорит, сразу после третьего ТО поставить? Полторы тысячи сэкономить. Ну, стоит ли эти полторы тысячи пробитого картера, мы с вами не знаем, но иногда бывает, по зиме крадешься где-нибудь, а там такая фигурная снежинка лежит, и думаешь, о, снежочек мягкий. Нет, бетонный надол показался. Ну, с учетом того, что батя собирается ставить машину на прикол зимой, я думаю, что снежинка фигурная у него будет исключительно на приборной панели, вот эта вот желтенькая красненькая. О, тогда да, и вопрос только, как летом он аккуратно объедет неприятности. Ведь дело в том, что, к сожалению, неприятности на дороге у нас возникают сами по себе. Мы этого не хотим. В отчетах мы читаем о том, что дороги у нас все великолепные, а вот, к сожалению, ГОСТ на дырке в асфальте у нас по сию пору есть. Да, и возникают они там регулярно. Защита штука все-таки полезная, как любая другая защита. Все, до завтра, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok